Всем привет! Вы слышите Ковиду Такура. Это значит, что мы на далекой-далекой планете, куда прибыло человечество, чтобы построить новый, лучший мир для жизни. Правда, американцам и бразильцам это уже не удалось. Но если вы случайно открылись на это видео, то лучше посмотреть с самого начала всю эту прелестную историю с покорением далеких планет. Ссылка есть в описании к этому видео, либо в верхнем правом углу появляется. Ну а спонсоры канала традиционно все серии уже сразу посмотрели во вкладке сообщества. Ну что ж, продолжу. Улучшаю тут планету, строя земные ландшафты. И тут я еще посмотрел варианты победы. Ну вот контакт мы делаем, я расшифровываю сигнал. А вот победа превосходством, оказывается, вначале требует запустить спутник лазерной связи, что я пропустил. Давайте глянем, что я его открыл вообще, этот спутник лазерной связи. Орбитальные сети. Нифига, я его даже еще не открыл. То есть нам надо сначала туда идти, а не в гиперкомпьютеры. Поэтому сначала коммуникация, потом орбитальные сети, а потом гиперкомпьютеры. Вот так будем исследовать. Дальше, расшифровку сигнала делаем. Тут я делаю чудо, сферу дронов. Что в Джаведе? Я, короче, тут везде строю на науку. Ну, кстати, можно прикупить клеточек, мне кажется. По-моему, у нас есть нефть необработанная совершенно. Не хочется мне плавать, чисто говоря, у меня дофига энергии, тем более у меня еще прокачана способность моей цивилизации покупать. Так, давайте автоматизированный завод. Три производства. Потом, ну, институт у меня как-то пока со специалистами не очень. Давайте термохлинный руль. Ну, ксенотопливный. Но у меня, правда, есть ксеномасса тут. Так что я думаю, что ксенотопливный тоже вполне можно построить. Ксеномассовую баню. Не хочу. Или голографическую комнату лучше. Еще к культуре от фероксина. Но ферокси-то нет. А, ну, ксенотопливный добавлю в очередь. В Сайре. Ну, Сайра у нас прилично уже так... Давайте-ка тут на еду я переключу. Как раз достраиваются все... Тут как раз город, в котором больше всего строится земных ландшафтов. И он должен прилично и расти, и производство иметь. Сеть наблюдений. Ремонтная мастерская. Пусковой комплекс. Ну, здоровья у меня уже дофига просто. Ну, давайте автоматизируем мой завод тоже. Пока не буду тут очередь, потому что тут как бы мне нечего больше строить пока. Есть земной ландшафт. Еще строим дальше. Тут все. А, тут я на науку включил. Ну, на науку включил, чтобы, типа, специалисты сели, но как-то не получается. Так что, давайте пока расти дальше. Процентов. Ну, это вообще, смотрите, 9 науки. Ну, с другой стороны, у меня уже 434. Так, ну, что тут исследовать. Давайте тут посмотрю. Вообще, по этим... Мне не кажется, что там может быть вот этот квест на включение. Мне кажется, когда надо куда-то сюда плыть. Так что сюда отправлю. Нет, давайте вверх тут. Этим я вверх поплыву. А вот этим тут буду... Исследовать. Так, у меня еще появился дополнительный, кстати, шпион. Его давайте... Куда-нибудь карабом. А, нет, в ликер, там уже повышенная интрига. Это шпион появился из-за синергии. Направление развития. Вот тут, видите. Плюс один тайный агент. Я, наверное, к этим следующим возьму информационную войну. Еще один тайный агент. Ну, неплохо, если я науку ворую, да? Так, еще один закончился земной ландшафт. Ну, вот тут делаю. Так, тут ничего интересного. Поплыли сюда исследовать. Что-то в коммуникациях будет. Ну, защита. Орбитальный юнит. Это узел тактической связи. Ну, это генезная караб. У меня главное, чтобы сферу дронов не построили. Так, станция связи. Нафиг надо. Штаб. Защита города. Инфоцентр. Плюс один кнопка международных торговых путей, проходящих через города и листа. Ну, вот это прикольный инфоцентр. Кстати, оказывают невидимые юниты в радиусе двух клеток от города. Тоже прикольно. Так, гнездо. О, прям под городом оказывается. Так, наш агент повысил. Украл энергию. Ну, тут фигово. Тут он что-то сделал. Видите, африканец, что тут фигово все теперь крадется. Может, перебросить в другой город какой-нибудь? У него большой еще город. Вот в Ксирсе, например. Давайте в Ксирсе переведем. Ну, что, энергия? Нафига мне красить энергию? Мне наука нужна. Так, в Мануэле сделали. Караванчик. Ну, давайте. Не знаю, нужна ли мне реликвия? Старая зима, я уже капитала и культуру, мне кажется, просто завались. Давайте на всякий случай пока тут на защиту построим. То есть, станцию, рубеж и ракетную батарею. А потом, лабу можно. Водоочистительную станцию, несомненно, можно. Ну, и резервацию инопланетян, пока так. В Санто-Адриане. Ну, просто я боюсь, что вот отсюда можно, например, у Тома приплыть, нападать на эти города. Да, ну, Санто-Адриан, ну, в принципе, тоже можно, я думаю. Давайте. Стадион-рубеж. Где тут? А, ракетная батарея тут есть, отлично. Тогда, тогда, тогда генопитомник одна, наука, сеть, сеть. Теперь махлинный руль. Ну, лабу. Давайте лабу пока так сделаем. Так, куда мы тут направляем? Опять же, по максимальному коэффициенту очков науки. Вот почему, например, такого же, такого же фильтра нету в шестой цели, спрашивается. Вообще, типа, как будто, знаете, нафиг надо, по мнению разработчиков. Так, я тут замен... Давайте я вот эту клетку еще куплю. Тоже ее обработаю. Обработаю. Потом продолжу биоколодцы строить. Что тут требуется? Шахта. Ммм, а куда это вот эти кораблики плывут? Интересно. Так, я же не в войне с ним? Нет. А что это я проплыть тут не могу? Я вот хочу сюда... А, там, наверное, знаете что? Мне кажется, там какая-нибудь невидимая юнит. Поэтому не дает. Ладно. Подожду пока. Слушайте, а я хотел... Я в каком-то городе стал строить быстрый юнит. Если мне не изменяет память. Может мне его купить? А то у меня денег просто дофига. Сфера дронов тут строится. Я бы вот в этом каком-нибудь городе поближе... Тут купил. Какие у нас есть? Так, эти все медленно. По-моему, сани быстро бегают. Два, два, три. Вот. Первоклассные авто сани. Три. А еще, кстати, открывать, наверное, можно какими-нибудь... Путниками. Нет, там от радиуса зависит. Тоже такое. Ладно. В общем, покупаю первоклассные авто. Тут 30. Ни хрена себе. А, слушайте, может за дипломатический капитал покупать? Это, кстати, способность вот Франко и Берия. У них дешевле за дипломатический капитал покупать. Эти штуки. 1390. Наоборот, еще больше. Как будто дипломатический капитал легче набирать. Ну, давайте одну куплю. Так. Ну, сразу уровень. Ну, потому что у меня там... Это... Стадион-рубеж. Во. Есть еще одна. Так, сколько уже запущено? Биопсии проведено 7. Мне еще 4 надо найти. Отлично. Так. Земной ландшафт. Титан добавлен. Ну, давайте земной ландшафт тут. Так. Тут нефть. Хотя тут вообще на еду бы, потому что город не растет. Нифига. Блин, там еще и титан неплохо бы. Давайте лучше вот это обработаем. Я панул немного. О, 8 ходов. Нормально. Из мануэла. Тянь гунь, наверное. Подожди, максимум очков не то выбрал. Максимальный... Нет, максимальный коэффициент очков науки. Вот так. Так, и проверим вообще остальные торговые пути. Вот тут я убрал, должен закончиться. Потому что надо к иностранцам отправлять, а не внутри городов уже. Убрал, убрал. Да. Все нормально. Кстати, в Сидадели я могу дополнительный... А, он тут троица как... Ну, она тут сопротивление оказывает. Хорошо. В Централе через три хода смогу дополнительный караван делать. Делать. Доглянуть вообще... Ну, форт Барсу кто-то захватывает. Что за фигня? Один из тонких нюансов общения. Это разница между «я не понял» и «я понял, но мне все равно». Ну, как эти прикольные эти цитаты. Всякие. Так. Ну, один ход в спутник лазерной связи надо будет построить. Надо бы мне подумать, куда дипломатический капитал... Деть. Поехали на первоклассных автосанях. Высаживаться и следовать наземную территорию. Ну, что, дадите мне проплыть? Какой-то хутама уже поплыл обратно. Слушайте, вот куча территорий еще не открыта. Да? Ну, еще готов. Земной ландшафт. Красавелла. Болото вырубим. Как вот так вот это вот... Древние инопланетные останки так... Как-то сказать... Равномерно вылазят по всей планете. Что это такое за животное? Может, это... Вокруг этого животного вся планета и сформировалась? Вокруг останков этого животного, имею в виду. Я вот не помню этот квест, честно говоря. Чем он закончится. Точнее, я примерно представляю, там обычно... После окончания этих огромных квестов, вокруг... Вот этих останков, какой-то дополнительный... Появляются бонусы. Но что в данном случае будет? Так, что тут сформировать дно? Что в данном случае будет? Я не помню. Так, давайте смотреть, какие у меня есть умения. А не умения, а соглашения. Это мне надо. Культура... Ну вот, потребление энергии, например, боевыми юнитами. Давайте попробуем что-нибудь покруче. Какой-нибудь на 15 вход. Соглашение со мной. Тут тоже что-то есть. Потребить все возможные соглашения. Дальность орбитального удара нафиг надо. Рост ванпостов нафиг надо. Рабочие я-то я уже убирал. Мне это тоже нафиг надо. Это у меня и так работает. Платные ячейки для... Две... Ну, столько в столице. Производство поселенцев. Точно не буду этим заниматься. Уровень интриги меньше. 25 просто население только в столице. Опять же. Производство за счет стратегических. Вот это интересно. Опять же, там еще есть. Блин. Вот это я бы хотел. Если есть население, при котором появляется новый торговый путь, тоже, в принципе, неплохо. Вот это, кстати... То есть, на 40% снижается. Это у меня... После шести жителей я уже смогу новый торговый путь. И снижение культуры на для ног. У меня и так, в принципе, каждые пять ходов открыть. Дайте вот это попробуем. Да. Ну, все. Я могу практически во всех городах теперь добавить строительство. А, нет, не могу. А почему? Ну, население достигнет шесть. Видимо, следующим ходом уже. Просто, видите, написано. Когда население города достигнет шести, а у меня, извините, тут восемь. Видимо, следующим ходом. Он пересчитает там что-нибудь. И тут куча народе... Мне понравилось, что я с Хутомой какое-то соглашение заключил. Блин, может, еще автосаник купить. Кроме энергии дофига. Серафим, Херувим, Деф, Фраваши и Якша простерли руки, чтобы прикрыть нас, услышать нас и донести нашу молитву до Господа Создателя. Мастерская мемов. Общие требования к уровню совершенствования снижают ценовую. Все прикольно. Катя, тоже прикольное чудо. Построить. Так, ну теперь... А, ну вот, видите, везде пошло сообщение, что я могу дополнительный торговый путь сделать. Сейчас я это сделаю. Так. Так, ремонтная мастерская готова к выполнению военных заказов. Одна из наших отважных женщин-инженеров разработала план, позволяющий модернизировать часть оборудования мастерской для использования в космосе. Она просит разрешить ей основать специальное подразделение спутникового машиностроения. Нет, давайте лучше 5% к производству от... Просто к производству при создании боевых юнитов. Так. Тайный агент прибыл в Леклер. Тут сначала создадим сеть. И прибыл в Харате. Создание сети. Отлично. Инопланетные формы тут. Это где? Вот туда пускай. Не хочу я их там трогать. What's always is yours? Так. Согласно. Значит, еще раз. Нам спутник связи надо отправить. Это давайте в Мандире следующим ходом. Смотрите, нету никакого разделения. На спутнике тоже не очень удобно. Где этот спутник лазерной связи? Перехода будет. А потом торговый конвой делаем. Дальше. Здесь просто торговый конвой. Изменяем проект на торговый конвой. Так, где-то у нас еще кто-то строилось. Прошифровка сигнала. Потом торговый конвой. Джаведя. Торговый конвой. Сразу. Варше. А, тут пока не хватает жителей. А где количество? А, вон, пять горожан. Пилот семь. Тут хватает. После нейролаборатории. Централи хватает. После генопит. А тут даже два можно построить. Нет. Нет, это, наверное, ошибка. Просто могу... Да, тут один уже есть. Дальше. Тут три горожанина. Тут четыре. Шесть. Тут можно. Давайте сразу еще до резервации. Три. Семь. Можно. Семь. Сидадела. А, ну, тут пока она сопротивляется. И вернулись в мандиру. Все, везде поставил, где можно торговые конвои новые строить. Так. Следующим ходом у меня появляется... Чудо, которое ускоряет создание земного ландшафта просто в два раза. Так, где-то я тут плаваю. Куда это он тут плывет с этой... Группой. В пестрых купальниках. Вот 17 ходов. Ну, тут 17 ходов так долго, потому что сначала удаляется болото. Но это все будет скоро ускорено. Давайте, наверное, еще куплю автосани. Мне кажется, у меня дофига просто этой энергии. Тысячу практически стоит, но... Смысл это копить вообще на что-то. Откроем эти города Утамы. Мне кажется, выгодно будет туда караваны пускать. Какой-то новый аванпост. Ну, смотрите, у Китая всего три города. Я... Ни с кем не воевали. Что-то как-то грустненько хочется спросить. Тут тоже 17 ходов, потому что лес сначала вырубается. Но у нас с легчим ходом чудо. Еее! Элодия объявила войну Хутаме. Слава богу, я ни с той, ни с другим в союзе не состою. И меня никто не втянул в эту индуху. Сфера дронов напоминает мне немного, немало. Действия рабочей экспедиции требуют на 50% меньше времени. И вот теперь уже, видите, 12 ходов земной ландшафт. Так, тайной операции. Сюда прибыл. Воруем энергию, чтобы повысить интригу. Тайная операция раскрыта в мандире. Но повысился уровень интриги все равно. Тут объявили войну. Я со всеми все соглашаюсь со всеми в хороших отношениях. Так, караванчик закончен. Серьезно, можно еще один строить? Не, подождите, это потому что я еще не запустил. Смотрите, сейчас. Давайте я тут, не знаю, поставлю штаб, предположим. Сейчас уберу торговый конвой. Отсюда, значит, запускаем максимальный коэффициент очков науки. О, тут уже мало. Но тут мало идет, потому что этот город уже такой... Серьезно. Видите, я наоборот больше очков буду давать другому городу, чем получать. Так что в Тянгунь. Ну, блин, как-то невыгодно получается немного. Хорошо, а что у нас тут еще? А максимальный коэффициент... ...производства. Я не максимальный, а просто максимальное производство. Три. А, это на странных городах я вообще никак производства не могу получить. Максимальная дельта ресурсов. С Табу. Одинаково, конечно, максимальная. Еще и Табу будет больше науки получать. Хорошо, а если просто максимальная наука? Тоже в Табу. Ну, я получаю 4, а он 10. Нет, давайте тогда в Тюйень. Я получаю 4, а она 3. Тем более, что китай-то явно аутсайдер. Давайте, наверное, вот здесь построим еще. Вот 12 хатов. Помните, в прошлом ходу было 17? Мы создаем. Тут 12, потому что, ну, опять же, вырубать лес приходится. Отлично, города растут. У нас Альфалах. А вот и Элоди. С Франкой Иберией. Мне кажется, как-то Хутама далековато от Элоди находится. Хотя, может, тут у них где-то вот пересечения в границах. Так, биоколодец сделал. Продолжаем. Я уже кучу, на самом деле, построил земных ландшафтов. И все равно у меня еще плюсик в огромном энергии. Хотя, каждая земная ландшафт, это 5 энергии потребляет. Это уже 66 здоровья. Можно солить просто. Ну, вот, порт плывет куда-то. Вдаль. Ты плывущий вдаль. Вдаль. Город. Ну, извините, я, конечно, как Кипелов не могу. Торян. Глубая, как Кипелов. Вы бы меня тут в Циви не увидели. Ну, что? Миазмы уберем. Не знаю, тут сюда или сюда. Вот, думаю, наверное, сюда давай. Просто вот, просто ландшафт. 9 ходов теперь строится. Так, улучшение дна. Улучшение дна. Автосани. Вниз их отправим. О, они, кстати... Они просто летают, видите, они не требуют для высадки ничего. Отлично. Максимум очков науки. Ну, я им больше даю, видите, я им... Я получаю, например, 6 науки, а даю 11. Коэффициент. То есть, 6. Ну, давайте. Нет, тень. Что у меня уже в этих городах... То есть, вот этот выхлоп зависит от того, сколько у вас очков науки из того города, из которого вы отправляете, и сколько очков науки в тот город, в который вы отправляете. Это зависит от того, сколько вы отдадите и сколько вам дадут. Ну, немножко... Я обещаю, что это немножко странная система все-таки. Ну, и то же самое касается, там, производства, еды. Мне кажется, все-таки тут странноватый... Ух ты. На моей территории они дерутся. А, еще и война... Еще и Хутама объявил войну Китаю. Вот, вот оно что. Ну, окей. Я, слава богу, ни с Китаем, ни с Элодия, ни с Хутамой в союзе не состою. Ну, я, как бы, боюсь, как бы Хутама их не захватил, особенно Китай. Китай, в принципе, тут недалеко получается, да? От Палистралии, да? А, так вот уже захвачен, я так понимаю, аванпост китайский. О, расшифровка сигнала завершена. Потрясающе! В сигнале, похоже, закодированы схемы огромной структуры, предназначенной для дальней космической связи. Ее название сложно расшифровать, но мы полагаем, что оно переводится как Маяк. Может, этот сигнал не сообщение, а скорее приглашение? Где-то там, среди звезд, есть инопланетная цивилизация, которая ждет, чтобы ее обнаружили. Вот почему они оставили схемы Маяка. Построить его будет непросто, это будет самый большой, самый сложный проект в истории нашего народа. Однако, наши люди с ним справятся. Так. Видимо, следующий этап проект Маяк. И это, наверное, как такое чудо на одну клетку ставится, по-моему. Если я ничего не путаю, 26 ходов, ни хрена себе. Даже вот в самом крутом 21 ход. Че, долго, да? Так, вот мы берем дополнительного тайного агента. Я бы вот тут знания закрыл. Наверное, потом технические мастера надо будет взять. О, кстати, ну, опять же, очки культуры от общего уровня здоровья. Нафига у меня уже культура. Смотрите, у меня каждые 4 хода открывается. Каждые 4 хода просто. Так. В ликерии мы тут сделали сеть. Тут идет кража. Давайте... Стоп. Где у меня вообще сидят? У Африки, в Палистралии. Ну, у меня наконец-то карабом, видимо. только один город повдоарабский вижу вообще. Так, война. В смысле торговый юнит уничтожен? Ты охренел, что ли? Так, ну, мне надо, видимо, инопланетян мочить. Что-то охренелик. Интересно, в каком... из какого города этот юнит уничтожен? торговый. Давайте-ка мы займемся этими гнездами уже, наконец. То они что-то себе позволять стали многое. вот вы ставитесь на гнездо и потом можно будет его разграбить и там всякие артефакты можно будет получать как раз тут три гнезда целых. я думаю это будет вкусненько коэффициент 6-3 нормально управляем отсюда 11-4 отлично так в Асрае инфоцентр вообще можно тут наука идет торговых путей тогда 4-2 5-4 давайте 5-4 тем более там Китай надо поддерживать в войне с Палистралией его проводят просперите просперите название города в этом оно 1800 когда играешь тут у нас что 3-4 да зато энергии дофига может уж вот этот 6-6 не то чтобы мне энергия была нужна разграбим еще гнездо инопланетян они сами первые напали я считаю сейчас стали караваны грабить вообще не честно так шломиазму убираем давайте золотишко добудем ой у меня с этими земными ландшафтами города как на дрожжах сейчас будут расти так а тут не обработано да 4-5 я лучше вот сюда отправлю страну китая суть самые выгодные мне научные караваны именно в китае такое ощущение что китай по науке там валит только в путь а так не ощущается вроде дозер ну там такое чудо тоже на него все смотрел смотрел чудо на территории воюете все причем так это тут с инопланетянами этот парень он почему-то ну кстати когда вы грабите гнездо это очень повышает негатив инопланетян в вашу сторону так что надо это иметь ввиду ну тут их реально много три гнезда часа они тут будут постоянно появляться ну и сейчас где-нибудь приплывет этот кракен он может реально город расфигачить полностью хороший и не допустит чтобы плохие операторы использовали его для выполнения бесполезных заданий на высоких скоростях 15 процентов науки давайте начнем что там ну чудо построено ваш агент не смог похитить но зато могу науку уже начать то есть я повысил здесь уровень интриги так давайте гнезда грабить сейчас вам покажу как это выглядит вот разграбить разграбление гнезда приносит энергию или пищу ближайшему городу но вызывает агрессию смотрите видите как цвет да он инопланетян нет пока не меняется а вот все оранжевый то есть они уже к нам сейчас будут ну то есть будут нападать постоянно поэтому мне надо этого парня в любом случае валить они уже для меня они уже все слабые наполнительные то есть это только в начале игры они представляют какую-то опасность сейчас конечно но надо смотреть теперь они же могут где-то везде быть просто и приплыть мне города грабить вон вот и вот например да надо самолет туда перебрасывать так у меня что разве всего 4 я по-моему 6 их было да давайте на всякий случай и этих куда-нибудь вниз вот сюда там у меня есть два самолета внизу будет два и тут два так что нам дальше мы запустим этот спутник лазерный я не знаю кстати что нам там следующее требуется ну давайте праведность 7 праведности и 20 до 8 по-моему да там бонус соседства 8 и 10 вот до 10 надо праведность довести в централе караванчик 5 нет гиперядро долл а сколько это а ну пока недоступны эти ворота да пока я лазерный не запущу ну давайте тоже наверное тут стадион рубеж на защиту что-нибудь построю стадион рубеж потом 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 водоочистительная ну тут довольно много да давайте водоочистительная там довольно много морских клеток клеток ксеномассы тут нету поэтому ксенопитомник не особо хочется давайте так останутся клонирование что да ксеномассы эти обсерваторию пока такую очередь сделаю да эти автосани прикольные ну не знаю давайте где-нибудь тут держать подлодки эти так разграбил разграбил ну поплыли вот туда дальше смотреть ну тут еще экспедиции всяких можно напроводить так оттуда вообще плывет кораблик тогда в эту сторону лучше еще гнезда подожди а я там не на гнезде стоял случаем совсем и уплыл от него да да на гнезде стоял надо было разграбить красота одни сплошные земные ландшафты обрабатываются так торговый конвой тут нельзя построить гиперядро надо ли мне гиперядра почему бы и нет собственно это наука дается ай ладно потом подумают надо столицы сначала конечно сделать так биоколодец готов биоколодец готов давайте наверное нефть сначала тут добра ну мне достают 6 жителей всего это лучше пойти вон огни улучшать хотя вот еще одна клеточка можно выкупить и улучшить блин строю строю земные ландшафты а энергия наоборот все больше и больше капает ну нефти давайте хотя не растет город растет ладно нефть я подумал что надо было биоколодцы сначала скорее 4 4 6 7 3 5 ну ладно давайте в памбелу отправим в этот раз так из огни 6 4 да волнует эти инопланетяне блин полистралия захватила город китайский вот нянтинь куда у меня куча караванов бегал походу китаю тут хана ну все два города осталось и самый мощный воюет смотрим что эти инопланетяне будут делать ну вот с франка иберии вроде у франка иберии вроде проблем нету так ход инопланетян тут их много бегать тоже как у них не знали просто расплодились для определения метапознания поразмыслить над вопрос этот организм просто создает инструменты или он создает инструменты которые создают новые инструменты наши спины прямые как струна и наши желудки полны потому что у кого-то на земле они пусты а спины согнуты седьмой уровень авианосец прокачиваем по гармонии или нет по превосходству не потому что седьмой уровень праведности открыли а потому что авианосец открыли плюс два к дальности авиации находящейся на борту но я все не буду авианосец явно строить а уже сейчас авиация чисто скорее для защиты используется так этим хана тут еще один конзор какой-то огромный флот уху там если он что-то решит у меня защита большая у городов хотя с другой стороны с таким флотом вполне можно меня захватить 16 энергии что-то что-то вообще ни одного не дали этого артефакта не под лодками плавать не прикольно лодку я оставлю лучше руль создает управляемые противотечения за кормой города чтобы тот мог двигаться в нужную точку вместе с течениями этот способ передвижения нельзя назвать быстрым но за городом остаются огромные участки заболомученного дна с обнаженными нижними слоями и существами которых нельзя было увидеть до этого наши морские биологи вне себя от радости теперь у них есть возможность изучать эти системы короче плюс к науке либо минус 10 процентов к стоимости перемещения огня давайте к науке это термохлинного руля город вырос город вырос седодели а тут сопротивление завершилось наконец-то еще один торговый конвой значит ну я отправляю пока к Китаю но там явно явно это ненадолго инфоцентр Васраи так давайте-ка мы вот этот запустим спутник лазерной связи не знаю над мандирой и это мы выполним этап квеста так что следующее исследовать нанотехнологии проект врата освобождения исследовать гиперкомпьютеры отлично короче проект осталось проект освобождения вообще больше никто ни по каким победам никуда не продвинулся вообще странно так проект вата освобождения ну и где оно сколько строится прям по идее должен быть виден 22 хода маяк 20 так слушайте маяк быстрее получается чем врата освобождения ну давайте маяк поставлю в этом городе только надо какую-нибудь а подождите а он может на воде не строится давайте попробуем а не отстроиться можно сюда ставим маяк освобождения 20 ходов вот им не нравится что я начинаю побеждать мне могут реально скоро войну объявить на самом деле у нас следующий город по производству 45 57 ну я бы вот тут врата освобождения поставил но все равно пока 9 из 9 6 из 9 7 из 9 нормально с этим можно работать может мне самолетиков побольше настроить на будущее так автоматизированный завод производство титана тут у меня титана нету в этом городе а левитационный завод 4 производства тоже можно сделать задач Блин, где же эти штуки квесту этому огромному? Так, это у меня в Тянь-Янь бегали караванчики. Сейчас придется их перебросить в другие китайские города. Но опять же повторю, тем городам явно недолго жить осталось. Четыре, четыре, восемь. А, все равно вы втекаете в Нянь-Тинь, даже не зря на то, что он Астралии, Палистралии теперь принадлежит. А, там уже появился какой-то юнит. Холифилд. Неужели в частей Вендера Холифилда город назвали на другой планете? Минералы из шахту. Так, тут нефть добавили. Тут это все добывается. Дальше поехали биоколодцы делать. А то город расти не будет. А, там уже остановились. Дальше готов. о два хода экспедиции отлично это чудо крутое два хода экспедиции вообще зашибись все в земных ландшафтах будет превращаем происходит вы не понимаете последствия и диалоги не так и вы должны учиться на чужих ошибки ну то есть не нрави она ведь и по праведности идет но то нет у тома мне войну билка конечно и к самому слабому городу поперся отлично обожаю вот это дело о веках начались проблемки тут ребята но зато ему все теперь объявили войну в общем по-моему со всеми воюют они ребята тут не так тут хутаме объявила войну арабка и так как я в союзе с ней соответственно да но у меня сейчас короче включились проблемы ща будет жаришка весь мир против хутамы меня уже город захватили один каш вот это мне больше всего прикалывает когда компьютер идет ровно к самому незащищенному месту это вот просто трындец то есть единственный город у которой была защита 10 и там внезапно ух как элоди подъехал а он наверно только с элоди не воюет между прочим нет как раз воюет твою да он со всеми должен вывод дайте глянем дипломатический обзор да он меня еба обзывает нормально вообще но я так понимаю что это не русское какое-то слово но конечно преимущество полистара 304 город захватил ну короче с ним воюют все китай правда там наверное не особо воитель но вот все остальные да это будет интересно так народ ну давайте думать как нам лучше здесь действовать во первых у меня есть некоторое количество подлодочек да давайте наверное попробуем вот эту фигню убить они достреливают к сожалению когда надо эту подлодку добивать тут зажали я сюда эти выплат не могу санта так вот здесь нас франко и берия защищает да поэтому давайте этими самолетиками попробуем кинера какой-то из этих кораблей а хорошо а подлодка какой урон наносит можем эту подлодку убить этим ее тут зажмем чтобы она дальше не могла проехать на всякий случай кстати у нас равные тут по моему подводки да я больше имею силы на местности типа побережья то есть вот здесь как раз мы норм воюем плюс нам надо дружественные юниты чтобы были блин надо было их рядом поставить тогда бы я убил эту подлодку дальше давайте пробовать тут я наверно выйду сейчас моим пехотинцам потому что явно они этот город могут захватить в случае так выглядит ну и то есть если даже убью 1 1 1 этот катер я его вроде как убиваю бароны у него да то вот этих ему явно хватит это захватить санту адриан он не может заходить по что тут уже стоят франко иберийские корабли что дальше как мы я не хочу дорадо обстрел потому что тогда франко ибери опять может его захватить и я без города останусь тебя под пока плывем этой подлодке похожих она блин это я в океане нахожусь мне бы давайте лекс кстати нельзя выплывать это это в шестой циве ты теряешь ход из зоны контроля но стрелять можешь а тут все я похожу и выстрелить не смогу поэтому надо кого-то проатаковать если кто посильнее похоже вот эти катера посильнее чем потому что у меня подлодка третьего уровня у него второго тогда по катерам надо мочить надеюсь добьет франко иберия выбрать операцию давайте сеть пока создадим дальше потеряна связь антон адриан уголодает торговый юнит уничтожен уничтожен юнит захватил кстати только один город ой один город один юнит всего лишь не убили пока это не так уж и плохо так тут давайте поплывем к этим городам может быть поможем китайцу это попытаемся чтобы не сильно мне кажется этот убьют все таки я не смогу выплыть что у нас по самолетам эти и перебросил самолеты против но я бы все тут держал и давайте наверное что-то строить на защиту все равно защита города плюс 25 там обороны плюс 5 лет наносить эхо локаторов а штаб 2020 давайте штаб а очередь реликвию старой земли ну а тут строилась так здесь создание маяка отложим штаб будем делать в мандире само собой штаб чтобы он влиял на все остальные города джаведе штаб централ 71 обороны это вообще помню берется этими юнитами инвоксиоми штаб нужен 10 ходов нихрена сия это долго так и самолеты пожалуй переброшу обратно в централ у меня вроде не особо как-то мешаются инопланетяне из централа по идее должны долетать самолеты так значит штаб строится штаб строится штаб строится сайли давайте штаб до ворот построим один ход так быстро вообще виде как какой тут уже производство офигительное вверх полетят вот эти уже вообще красные инопланетяне просто они меня ненавидят всеми фибрами по их инопланетных жабер не знаю правда если в жабрах фибры вы мне уж лучше расскажите так и надо к сожалению не достреливаю до подводной лодки вот так поплыву кровать территорию заодно прокладываем ну давайте в бангане уже надо туда прокладывать где их вряд ли убьют эти караваны пустынки ландшафт организуем так тут я хотел выйти захватывать вернуты самолеты вроде долетают да долетает может я могу даже не проверять этого пропустим ход пока я должен пойти отбить этот город мне так кажется убираем миазму думаю куда лучше эти вниз поеду следовать может мне какие нибудь юниты тут купить ну тот же самолет например блин это ж дура может хаять уехать потом этот город у меня упадет так хорошо я могу тут купить тот же штаб просто купить да оба на и защита 64 стала тут это не поможет этот город захватиться даже со штабом до аксиом он еще не может доехать да ладно этого хватит пока может здесь еще автосани на все а что как у меня юнит вот в рукопашном бою самый сильный забияка 48 может все путь кстати ксена сирена поблизости инопланетян нафиг надо дикарь 52 вот это сильный от 2 метеорегулятор это пищу дает и у нас они 76 между прочим у меня по ходу именно все носа не самые сильные сейчас еще и 15 процентов науки больше спутник лазерной связи хорошо тайна мандиру отправил ну тут чё по моему один из спутников должен выделение открыл его наверно не открыл вот дает дружественным минутам 5 очков извлечению и плюс плюс 20 к боевой мощи кстати почему нет ну и сани у меня получается самые сильные самолет 36 бьет вихрь 48 54 ну и 48 подлодки да давайте наверное у плюс они еще а этот купил как в этом куда юнит стоит на этот юнит давайте к санту андриану поведем сида деле купим сани и купим узел тактической сети но запустить его могу только следующим ходом так окей 5 12 нифига себе 4 7 5 13 5 13 ну ладно давайте сюда 1 1 3 4 3 5 6 10 давайте сюда отправим в этом все караваны бегали либо в полистралию либо экспедиция завершена члены ваших видов что загадочное устройство причей предтечи спускает собственный радиационный фон о новых способах манипуляции экосистемой этой планеты в результате мы получили нашего совершенства 12 уровень праведности отлично о еще и артефакт ну-ка мы можем тут что-то собрать экстракт антис на 50 процентов скорости создания рабочих не не менее нам этих рабочих что человечество уже так плюс 2 энергии призывает улучшение земного ландшафта офигеть то считаете у меня теперь земной ландшафт минус 3 энергии делает они минус 5 еще вон плюс 214 пошло еще и здоровье дает теперь здоровье 85 поврежденные юниты автоматически восстанавливают минимум 3 очка здоровья каждый ход и 10 процентов в городах с боевым юнитом в ба ну этого у меня не стоит чески нигде отлично сюда уплываем рабочим пока дораду надо вернуть прежде чем так у нас сначала будет ходить полистралия а потом поэтому нас а вот ну-ка 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 что он делает давайте смотреть подъехали атакует город захвачен ну как я и говорил там можно было не строить так пошла атака франка и бери отлично пускай он с франка и бери воюет так вот мою подлоску сейчас убьют к сожалению 41 23 и сдохло тут убьют наверное этот катер и торговый юнит не уничтожил а нет нету больше ну пока нормально пока нормально тем более шлантер со всеми воюют у тома этот но он среди он даже он второе место опережает на сто семь на 180 очков практически так сейчас и лоди немножко надерет по пеньку да один юнит всего убил вот видите на к этому дораду поплыва что меня не очень устраивает можете считать что выиграли спор если другой гола матрица в культуру делает 9 уровень праведности я хочу до 10 уровня просто довести так тут берем технические мастера производства за каждый может производства взять и мы процветание за тут вообще мне это здоровье нафиг надо с другой стороны ну а тут исследование от культуры то есть у меня сейчас идет 552 и должно добавиться 336 33 ну где-то 45 или 50 что-то такое и станет больше около 600 или больше ну давайте глянем до 600 вообще ровно стало отлично так минут 10 уровень праведности добить что у нас тут поближе быстро откроется гиперпроводники но это чисто чудо нафиг надо биосфера пища сохраняется вот это ничего так генетика инопланетян культура от всех улучшений биоколодца вот это еще да генетика инопланетян надо и будет 10 уровень праведности еще один город захвачен но это пока все не мои города тянет до дораду и дораду это это все старые города бразилии конечно но все равно очень неприятно наверно тут тоже поставлю пока где он рубеж да тут даже в своем репертуаре ты охренел ты мой город захватил и тебя возмущает что я пытаюсь его отбить обратно даже один раз хватит у него просто на ровном месте он потерял да ладно что он будет 9 ходов дала да вы прикалываетесь с хрена ли это мой был город почему он будет сейчас 19 к там 9 ходов восстанавливаться опять принять так тут я хочу эту подлодку как-то добить давать мира самолетиком а кораблями вот этот катер сейчас будем пытаться замочить отплываем чтобы не было видно не добивает а вот этим добивает катер тоже готов ну пока тут постою так дальше вот у меня подлодка да и больше в общем то тогда давайте вот отсюда про такую этот катер этим пехотинцем иду в санту адриан а санями на всякий случай лечу мануэлу из они его опять захватят они вполне могут захватить ну вот сейчас наверно штаб можно наверно не дадут купить передадут да не дадут ну не знаю давайте пока поставим этот другого склада нету еще но тут при захвате городов какая-то часть здания уничтожается к сожалению так и куда у меня этот следователь плыл у него еще один модуль а я провел вот сюда теперь закончилась экспедиция теперь он туда отправляем о скелет инопланетянина тоже неплохо было бы обломки спутника тут еще будут ваншоты я буду их убивать бы они мне не гадили так эти самолётики куда-нибудь долетают до юнитов нет к сожалению ну наверно в аксиом не давайте даже в до делу их перри не виду потому что тут юниты есть я вполне смогу их бить тут я на всякий случай оставляю самолеты если появится палестралия так тут все дальше проплыть нету возможности ну что пытаемся уехать не гостеприимная палестралия оказалась интересно вот ара арабка которая собственно объявила войну и все из-за этого с худомой воюют она воюет там вообще или так чисто сказал ребят ходить же было интересно вот война хутоми наслаждайтесь так куда мне эту запиндюрить чтобы лечиться его течение лечиться плюс 20 ну надо вот куда-то сюда к его юнитом чтобы я тут как раз имел бонус дал куда-то туда пока запускать у меня будет место защиты то есть я там имея плюс 20 процентов к выстрелам и плюс 20 процентов к защите так возвращаемся смотреть как тут будет палец сначала ходит китай потом палестралия ну тут у палестралия осталось пять юнитов мама может конечно я не вижу подлодки все он даже газы захватит опять и уехал все то есть палестралия отступа блин дораду захватил китай серьезно вот это прикол ну ладно мне как бы этот город не особо вот мне мануэл по приятель хотя дораду тоже ничего такой был мне кажется сейчас юнита ему добьет элоде у нее нету возможности захватить мануэл так что я его сейчас отобью у меня каждый ход кстати исцеляются мои юниты что тоже очень приятно они убивают собой авто сани все юниты которые тут есть а тут провести тайную операцию ниже четвертого уровня интриги получились зашифрованное сообщение наши усилия скоро принесут плоды пришло время заявить о себе во весь голос интересно так культура от биоколодцев наука от ксена скважина лично чем тратить дыхание на артикулирование моральных плюс 25 процентов к производству боевых юнитов 10 процентов к производству 10 в городах с радиус со спутником но это так мне вряд ли понадобится главное что юниты так накормить им из-за недостаточного понимания экзобиологии все на питомнике случилось неприятное происшествие вчера вечером ученые обнаружили что агрессивная ксеномасса поглотила растущие рядом растения теперь наши экзоботаники в затруднении отделить и собрать гибридные растения для изучения или выращивать новую ксеномассу то есть либо немедленно 450 науки либо до науки конечно нафига нам ксеномассом я и так ее немерено что мы дальше будем исследовать так я по моему вот гибридные уже по максимуму тут просто больше ничего не будет к науке от биоколодца позволить создать цветок разума к пище от улучшения купола у нас нет вообще улучшение купола давайте по гармонии тогда пойдем что у нас вообще тут офигительно вот в последних так давайте уберем правит давайте наука вот если я хочу науку что мне стоит открывать медлаборатория пища производства энергия наука культура нанотехнологии тут наноферма сохраняется после роста населения нанотермит врата исхода это для победы праведностью гиперкомпьютеры открыты мастерская но это все открыто теория поля реактор поля лаборатория магнитных аномалий плюс 3 к науке плюс 10 процентов ну в принципе генетическая лаборатория этот специалистов ну мне наверное вот теория поля больше нравится давайте теорию поля сначала а потом нанотехнологии а не было ли у меня каких-то соглашений осы у меня вот у меня одно из соглашений с палестралии слетела надо что-то другое вместо него производства энергии здоровья здоровья расход культуры на новые направления ну например как вариант что у него интересно брал а на новый торговый путь да вот это я брал ну давайте тогда попробуем расход культуры на новые направления или или плюс к производству защищу статистических ресурсов яхал она кайта за это 8 производства цвета она уже валит так тут создали сеть начинаем красть ну выполнено задание накормите меня ай тут надо задание более высокого интриги 4 интриги провести так все это деле стадион рубеж построен ну ну или план давайте штаб на всне давайте уже резерву не за ими кажется сюда дэвил 62 и 4 невозможно захватить так мануэл самолетиками отбиваем вот таки и санями забираем и опять он держи рука ходов он будет так ну я теперь думаю что мы нападение полистрали отбили ну тут он вряд ли откуда-то отсюда пойдет там у нас пранка и беда что пойду просто исследовать территорию вернусь подлодки будут мед просто стоять для контроля территории здесь например так самолет 2 долетает до этого нет тогда этими самолетами блин эти не долетают ё-моё жалко что дораду китаец захватил но в принципе нападение отбита поставим торговый склад в санту адриан лаборатория готова штаб мы тут я купил штаб науку а там он разрушил мне торговый конвой торговый конвой сначала потом там в очередь на науку опять поставлю что из гена питомник гипер ядро тут клиника и на питомника тут есть одна масса вообще нету ну вообще пероксит давайте первоторию аспирактит рядом есть еще араб продолжает расселяться да вот тут гнездо инопланетян поэтому хочу туда эти все вторым обменяю убьются видимо есть несколько мест для экспедиции так санту адриан хочу вообще 73 там уже не берется город ну пока пускай тут самолеты постоят на всяких пожарных и вдруг вернуться полистралия за очередными люлями ой много ли там его юнитов вообще наверно убьют ладно про атакую фиг с ним он и тут надо расщелина он может летать вот над этим кратером автосане никак не могут пройти так что он по настроил настоящий бессмертный это тоже какой-то уникальный юнит какого-то из совершенств смотрим заходом полистрали меня вот больше всего беспокоит где тут вот рядом с китаем да там я зря наверно в лес все таки но зато китайский город не захотел видимо полистралия решил именно китайца добить тут их уже нету все отступили все франко иберия пошла на полистралию всеми силами по идее должен был убиваются об меня но я думаю на этом я закончу серию спонсоры как всегда продолжение могут прямо сейчас в вкладке сообщества посмотреть для всех остальных оно появится завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока et и ее